Сергей Доренко приехал в Ефтеринбург поделиться своим опытом проведения честных выборов. До дня голосования остается меньше недели. Наблюдателем и в этом году станут несколько сотен будущих юристов. И сегодня они прошли инструктаж. Репортаж Евгении Чарсовой. Вы, конечно же, прекрасно знаете, что бюллетень могут заниматься только на основании паспорта и только личные избиратели. Никаких ситуаций получить бюллетень за жену соседа друга не допускать. Выдержки из федерального закона звучат как закон Божий. О нюансах проведения выборов рассказывает будущим наблюдателям, студентам Юрокадемии. Председатель обл. избиркома Валерий Чайников предупреждает, день голосования будет сложным. По городу Ефтеринбургова в избирательном бюллетене включено 23 политических парка. Представляете, каждый представит наблюдателя. Может получиться так, что на избирательном участке, собственно, избирателю-то и негде будет поместиться. В этом году наблюдателями станут порядка 500 будущих юристов. Вплоть до 8 сентября в стенах Юрокадемии им будут читать лекции по избирательному праву. А сегодня опытом делится известный журналист Сергей Доренко. Наблюдатели должны быть честны перед собой, честны не гражданственно и не страстно. А вот ровно по закону. Очень хорошо, что наблюдателями стали именно юристы. Мне кажется, что здесь юридический параграф будет выше полыхающего сердца. К чистым и честным выборам сейчас готовятся избирательные комиссии. Тем, кто не сможет прийти на участок по месту регистрации, выдают открепительные удостоверения. Получить их можно до 16 часов 7 сентября. У нас выдано 4 комплекта открепительных. Комплекты я говорю потому, что каждый избиратель получает 3 открепительных. Один по выборам областным и два по выборам городским. Открепительные выдаются по паспорту. В специальном журнале указывает причина, по которой человек не может проголосовать по месту регистрации. 8 сентября этим удостоверением можно будет воспользоваться на любом участке города. Но в таком случае проголосовать за кандидатов, баллотирующихся по одномандатным округам, будет нельзя. В целом, каждый житель Екатеринбурга получит 4 бюллетеня. Вот бюллетень выбора главы Екатеринбурга. Вот он такого будет, светлого, голубого цвета, по-моему, красивый. И вот, пожалуйста, в нем будет 14 кандидатов. Но вот эти двое будут вычеркнуты. Бюллетени уже отпечатаны. 6 сентября начнут поступать на избирательные участки. В субботу наступит день тишины. На местах будут ставить урны для голосования. Участки откроются в воскресенье в 8 утра, закроются в 8 вечера. Подсчитывать голоса будут вручную. Итоги голосования гласят не раньше, чем 9 сентября днем. Евгения Чарсова, Максим Шевелев. Новости 4 канала.